Для этого фокуса мы с вами берем обычную колоду игральных карт, показываем ее зрителю, карты абсолютно разные, вот они абсолютно обыкновенные, даже включая последнюю карту. Ну и сейчас мы возьмем несколько разочков, подснимем, например, даже вот так вот можем перетасовать несколько раз, и, конечно же, попросим зрителя сказать в любом месте стоп, чтобы он выбрал абсолютно любую карту, например, где-то здесь стоп, и у нас есть карта, которая называется Король Пик, совершенно верно, совершенно прекрасно, мы ее берем вот так вот, убираем куда-нибудь в центр, все, мы ее потеряли, карта где-то в центре, готова. На данный момент фокус начинает набирать обороты, и мы просто берем сейчас и убираем всю-всю эту колоду прямо в коробочек, вот таким вот образом, то есть мы берем, убираем в коробочек и еще и закрываем, чтобы точно ничего не потерять, но если мы сейчас делаем вот такое движение, раз, два, три, то у нас одна карта появится за коробочком, и это, конечно же, карта зрителя. Показываем то, что все карты у нас абсолютно разные, все карты у нас абсолютно обыкновенные, мы можем дать колоду на проверку, и еще, на самом-то деле, это не все. Дело в том, что я предсказал то, что зритель выберет Король Пик. Вот такой вот, ребятки, фокус, ну и давайте-ка сейчас обучимся. Здарова! Сегодня мы с вами будем изучать этот очень простой и эффектный фокус с картами. Конечно же, как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и пишите приятные комментарии, я их обязательно лайкну, на некоторые отвечу, проверяйте прямо сейчас. Ну и, кстати говоря, давайте наберем 500 лайков, я буду очень доволен. Что немаловажно, если вам не приходят уведомления, отпишитесь, подпишитесь, нажмите на колокольчик, тогда я тут должен заработать. Ну и, собственно, сегодня мы с вами изучим этот очень простой, но эффектный фокус с картами, который ко мне пришел вот так вот спонтанно. Я засыпал, думал, что мне снять на будущее на канал, как вы знаете, перед сном мысли вот так вот рояться. И мне вот эти все техники вот так вот соединились воедино, и получился вот этот фокус. Если понравился, напишите обязательно в комментариях. Вроде у меня такого на канале не было, просто это, знаете, техника отсюда, техника отсюда, техника отсюда, и получился вот такой фокус, который себя включает. Во-первых, очень крутой и простой контроль карты. Второе, эффект прохождения карты сквозь коробочек. И третий еще и мы добиваем вот таким предсказанием из холдера. Вот так вот. Ну и, собственно, я в этом видео использовал вот такую колоду. Это колода Views, я вам очень советую по ссылке в описании. Вообще, в описании, это мой магазин игральных карт, вы там получите точно оригинальные карты, доставка по всему миру, низкие цены. Короче, переходите, покупайте, все уже пользуются, все уже довольны. Ну и, естественно, вот эта колода подходит для всего, для кардистри, для фокусов, специальные карты в комплекте, Blank Face, Double Back. Короче, все круто. Ну и, конечно, уникальный дизайн, потому что таких карт вы больше нигде не найдете. Вот такая красота. И цена просто космос. Ну, в смысле, космос как маленькие. Также еще вы можете купить вот такой мой холдер для карт. Это не только очень крутой чехол. Он обезопасит вашу колоду от падений, от потертости, но еще и сделает вот такое супер крутое предсказание. Если что, есть без предсказания чуть дешевле такие холдеры. Ну и, собственно, что мы сегодня с вами делаем? Конечно же, изучаем этот фокус. Поехали. Мы берем с вами, укомплектовываем заранее колоду. То есть, этот фокус, он у вас должен идти в самом начале вашего карточного выступления, потому что вам нужна небольшая подготовка. Какая подготовка? Берем короля. Если у вас будет предсказание, но немножечко другое, тогда вы выбираете любую карту, например, вот туз черви прекрасно, и пишите на листочке туз черви. И можете перед началом фокуса дать эту бумажечку зрителю держать. Тогда добавит этот вот эффект больше эффектности. Да, такая тавтология. Но так как у нас предсказание король пик, мы просто берем, кладем король пик на вторую позицию, и вот эту вот карту мы кладем сверху. Абсолютно рандомную. Вот давайте хорошо, если я сказал рандомную, значит возьмем рандомную. Вот такую, например. Все, валят черви. Рандомная карта. Карта зрителя на второй позиции, которая должна в итоге оказаться. Теперь мы это все дело кладем в коробочек, а коробочки, естественно, засовываем в холдер. Холдер вот так вот засунули. Чик-чик, закрыли и все. Потом мы берем, что делаем. Открываем холдер, не показывая наше предсказание. После чего мы его переворачиваем вниз, чтобы у нас не отогнулась крышечка. Видите, и зритель не увидел наше предсказание заранее. И теперь мы открываем нашу колоду и можем показать ее содержимое. То есть мы показываем то, что это самые обыкновенные карты. Все карты разные. И вы даже можете показать еще специально последнюю, то есть что это валет. Но не король. То есть чтобы зритель не обращал внимания, что король у нас находится где-то сверху. Теперь что вы делаете? Вы делаете любые ложные тасовки. Например, вы берете вот так вот и ложно тасуете карты. Где найти ложные тасовки? Вот задаетесь вопросом. Прямо под этим видео есть огромный перечень различных плейлистов с моего канала. Вы там находите плейлист, который называется «Финты с картами». И там есть очень много ложных тасовок. Даже по типу вот таких вот. Я их уже давно не повторял, но это все равно ложная тасовка. Вот она, наша карта зрителя находится сверху. И все. Вы делаете любые ложные тасовки. Даже вот такую обычную рифл-шафл, просто сохраняя верхние карты, вы можете сделать. И это будет очень эффектно. Все. Мы перетасовали колоду. Теперь, внимание, очень важная техника. Вам нужно сделать любое навязывание. Но я вам советую в этом вот фокусе сделать именно рифл-форс. То есть вы берете с помощью вот такого вот пролистывания, навязываете именно карты, которые нам нужны. Сразу говорю, не будем на этом акцентировать внимание, как эта техника делается. Вот здесь вот, конкретно вот здесь. Вылезет в конце видео обучение на эту технику. Просто в конце видео досмотрели, тыкнули на нее и посмотрели, обучились. Тут мы не будем затормаживаться на этом. Короче, вот так вы на брейк все сделали. Зритель говорит, стоп. Вы подснимаете. И вот она наша карта. Теперь ваша задача подснять двойной подъем. То есть вы две карты подснимаете. Показываете зрителю то, что это его карта. Запомните, пожалуйста. Все, вы ее выбрали. Вы сказали в любом месте стоп. И теперь вы якобы убираете ее в центр. На самом-то деле вы-то убираете случайную карту. А король у вас остается сверху. И это огромнейшее ваше преимущество. То, что вы так обманули зрителя. В хорошем смысле. Убрали в центр. Вот так вот подровняли. Все. 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 Карта потеряна. Мы больше никогда не найдем. И все такое. Но наша карта находится сверху. И теперь внимание. Вы берете коробочек теперь. Держите язычком к зрителю. Вот так вот к зрителю вы держите язычком. А сами карты вы держите вот в таком хвате. Почему в таком хвате? Вам нужно будет мизинцем одну карту вот так вот отсчитать. Чтобы она оказалась за коробочком. А вся колода в коробочке. Вот эти же карты. Точнее коробочек. Вы держите вот таким хватом. Почему так? Вот эти пальцы направляющие будут направлять карту, чтобы она шла ровно вниз. Ни вбок, ни влево, ни вправо. Вот эта карта будет поддерживать. Вот этот палец будет поддерживать карту. Если вдруг она выпадет. То есть она останется все равно за коробочком. Ну и естественно вы вот так берете. И коробочек вы держите ровно вертикально к зрителю. Начинаете вот так вот это все дело засовывать. Все эти карты. И естественно одну карту вы оттопыриваете. И она у вас не заходит в коробочек. И вот так вот все вы начинаете внутрь запихивать. Очень аккуратненько. Если вдруг карта начинает как-то неправильно идти. Вы вот так можете пальчиком ее подровнять. Чтобы она строго за коробком была. Потом вы берете к зрителю, держа это все дело. Закрываете. И вот так вот ее начинаете держать. Эту колоду. Очень важно держать не вот так вот к зрителю. А больше наклоном. Вот так вот вертикально. Чтобы он больше видел переднюю часть коробочка. Ну и потом что вы делаете? Вы делаете раз, два, три. И у нас выпадает одна карта. Плюс вы можете сделать например вот такое движение. Раз, два. И будто бы вы вот так хватаете эту карту. Ну не знаю. Напишите как вам более эффектно выглядит. Вот прям я и посмотрю как вы пишите комментарии. Либо вот так вот. Раз, два, три. И у нас карта якобы выпадает. Либо раз, два. И будто бы вы вытаскиваете как-то с колоды. Напишите. Либо первый вариант, либо второй. Либо мы ее откидываем. Либо мы ее вытаскиваем. Все. Буду ждать комментарии ваши. Ну и у нас первый эффект произошел. Все. Мы карту эту достали. Достали коробочек. Вся колода абсолютно чистая. Никаких вообще дубликатов. Никаких гиммиков. Гавкарт. Зритель здесь не найдет. Он может все проверить. Ну и в конце вы говорите. На самом-то деле я знал какая вам карта попадется. И вы показываете предсказание. Либо если у вас на листочке это. Вы говорите. Откройте. Я знал какая вам карта попадется. Он открывает. А там написано король пик. Короче. Фокус безумно простой. Фокус безумно эффектный. Нет никаких сложных техник. Но как по мне эффект крутой. Здесь и проявление вот это вот. Проникновение карты сквозь коробок. Здесь еще и предсказание. И для фокусника все крайне просто. На этом мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Все ссылки в описании. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok